Всем добрый день! Следующий момент, который нужно в этих случаях показать. Значит, сделал я столешнюю. Тыльная сторона. Дальше у меня будет идти до грейка. По бокам. Ну, чтобы это спрятать, этого не будет. Столб будет, значит, у меня такой немножко овальный. Ну, там радиус немножко не полный овал, но примерно, да. Значит, что нужно сделать? Дальше всю эту плоскость, да, где будет идти этот вот овал, нужно его четко выровнять. Почему? Потому что дальше будет доклейка. Если здесь будут перепады, то понятно, что, сами понимаете, брусок будет стоять вот так. Клей, понятно, что он выдержит клей. Здесь нагрузки нет. Но все-таки, чтобы потом не было вот этих вот мест, видно, да, при склейте, потом эти усыхания клея, все это дело нужно вырвать. Но, значит, смотрите, я не обрезаю изначально его, а сначала все это дело выравниваю. Почему я так делаю? Значит, когда у меня идет фуганок, все это дело он выравнивает именно плоскость. Не то, что, например, здесь у меня, когда я обрежу, да, здесь и площадка будет плохая, чтобы стоять вот так, да. Да, здесь представьте, что этого нет. А так четко я эту плоскость сострогаю, и потом уже буду делать уже доклейки, ну, соответственно, чтобы совпадало по текстуре. То есть это такой важный момент, чтобы вы понимали, потому что некоторые моменты были, что обрезали, а потом выравнивается, но оно сейчас не видно. Оно видно будет уже потом, когда вы отшлифуете, тоже еще так вот, но когда вы вскроете лаком, маринкой особенно, вот тогда это все дело вам сразу же станет понятно и все эти изъяны. То есть сначала выравниваем. Значит, выравнивать можно, опять же таки повторю, разными способами. То, что у меня есть при всех этих вот шлифмашинках и всем остальном, лучше всего это, конечно, рубанок, ну, фуганок или полуфуганок, он четко держит плоскость. Это не такая машинка, что она, знаете, эксцентриквая где-то немножко виляет, или леточная. Все равно, в любом случае, она даст свои подлежности. А здесь четко выравниваем. То есть ручной инструмент здесь, мне кажется, наиболее правильный. Ну, не говоря уже о суперсоныках, чипу, шлифовках и всем остальным. Пока так. Вот смотрите, да, сейчас ближе подойдем. Смотрите, как он будет выравниваем. Даже вот по звуку будет слышно, по звуку будет слышно, что идет ровная плоскость. Так, что мы сегодня сделали. Выравниваем тыльную сторону, не для дизайна, не для вида, а для того, чтобы сделать правильную, четкую и хорошую подклейку. Итак, сделал подклейку, как с одной, соответственно, так и с другой стороны. Понятно, что, как я уже говорил, что по материалу немножко ограничение идет. Даже с таких вот небольших частичек собираем, точнее, делаем подклейку. Но это, в принципе, это не страшно. Почему? Потому что все это дело будет обрезаться. Обрезаться, вышлифовываться будет еще. То есть завтра, я думаю, да, я думаю, что завтра, что фрезерну один радиус и, соответственно, другой радиус фрезерну. Чтобы этого, конечно, этого всего, чтобы не было, то понятно. Куда такое? Клиенту так не покажу. Да, я, в принципе, думаю, что будет у меня следующий. Значит, фрезерну, два радиуса фрезерну, а уже потом буду делать доклейку. Почему так? Потому что один раз как-то мне было, что, значит, я доклеил, а потом фрезеровал. И когда вот фреза вот в эти места доходит, оно получается как-то так не очень-то и красиво. А так, я думаю, что все это дело. Фрезерну, естественно, дальше обрежем, выставим эти вкладыши, чтобы было по сантиметру с каждой стороны. И потом уже сделаем доклейку. Так, струцин для этих случаев уже хватает. Так, пока все. Чтобы долго не затягивать, пока все. Так, далее будет, продолжение следует. До свидания, спасибо за просмотр. Удачи в работе. Продолжение следует...